Представьте, что вы рождаетесь в одном из самых бедных районов вашего города. Ваш отец садовник-алкоголик, а мама, имея четырех детей, работала поваром. В вашей семье не было достаточных финансов, чтобы планировать лучшую жизнь. Можно было бы сказать, что вы обречены. И в 99% случаев так бы и произошло, но не с героем нашего сегодняшнего выпуска. Маленький Кришчано Роналдо Душ Сантуш Авейра родился 5 февраля 1985 года в городе Фуншал на острове Мадейра. Как я уже говорил, в юные годы Кришчану и его семьи фактически как таковых перспектив не было. Лишь надежда на лучшее. Но, несмотря на все несгоды, у Роналдо была и остается одна большая любовь. Футбол. В этом видео ты узнаешь жизненную историю Кришчану Роналду, его взлеты и падения, интересные факты, отличительные черты и много-много интересных фактов. Многие из которых, я уверен, вы не знали. Так что смотрите внимательно. Начал Криро играть в футбол еще в совсем раннем возрасте, около 2-3 лет. Как только он пошел в школу в 6 лет, тогда же и попал в свой первый футбольный клуб Андориньо, где в тот период подрабатывал его отец. Показывая хорошие результаты, юным Роналдо заинтересовался спортинг. В апреле 1997 года, на просмотр которому, и поехал Кришчану. Само собой, его туда приняли. И вот уже всего в 11 лет, Рону пришлось покинуть родительский дом. Это был самый тяжелый период в моей жизни, говорит Криш и по сей день. Там же он и продолжал учиться, но не сверхдолго. Хоть он и находился в Лиссабоне, столице своей родной Португалии, произношение языка отличалось от его родного города. Криш говорил с довольно сильным акцентом, из-за чего над ним частенько издевались даже учителя. И в возрасте 14 лет, он был исключен из школы, из-за того, что бросил стул в учителя, который также подшучивал над его сильным акцентом. И в дальнейшем, он с головой погрузился в футбол. Через год произошло то, из-за чего мы бы могли не знать Роналду таким, какой он есть сейчас. Ведь в возрасте 15 лет, у него были найдены проблемы с сердцем. Но, к счастью, он был вовремя прооперирован, и все обошлось. Первый рекорд Роналда поставил уже в 16 лет. Он стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за все составы спортинга, до 16, до 17, до 18 лет и резервную команду. В течение одного сезона. В августе 2001 года Роналду подписал свой первый профессиональный контракт на 4 года, зарплатой в 2000 евро в месяц. Удивительной чертой перспективного нападающего был его дриблинг, скорость и труд. С самого расцвета своей спортивной карьеры Криш выкладывался на все 110%, работая не покладая рук. В июле 2002 года тренер Ласло Беллони, впечатленный дриблингом Роналду, пригласил его принять участие в предсезонных спаррингах первой команды. Он показал себя хорошо и в это же время ему удосужилось сыграть за сборную Португалии на молодежном чемпионате Европы для футболистов до 17 лет. 7 октября Роналду дебютировал в чемпионате Португалии в матче с Морей Ренсе. Кришчану сделал дубль и помог клубу победить со счетом 3-0. В возрасте 17 лет, 8 месяцев и 2 дня он стал самым молодым автором гола в истории спортинга. Хоть за весь сезон, в котором Рон сыграл 25 матчей, 11 из которых в стартовом составе он суммарно забил всего 5 голов, им были восхищены многие топ-клубы мира, такие как Атлетико Мадрид, Ювентус, Валенсия, Ливерпуль и даже Арсенал. Но вот летом 2003 года молодого португальского футболиста заметил главный тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, который по итогу и смог забрать молодого Роналда под свое наставничество. В скором времени был согласован трансфер за 12 миллионов фунтов стерлингов и зарплатой футболистов 2 миллиона евро в год. И вот тут уже он начал расцветать. В первом сезоне в Англии Рон получил футболку с номером 28 и за 40 матчей забил 8 голов. Несмотря на не самые лучшие результаты, в том сезоне Манчестер Юнайтеду удалось взять Кубок Англии. А герой нашего сегодняшнего выпуска получил призы Сера Мэтта Базби по итогам голосования болельщиков. С годами, потихоньку раскрываясь в каждом матче, по итогам сезонов 2004-2005 и 2005-2006, Роналду был признан лучшим молодым футболистом года FIFA Pro по версии болельщиков. А уже в ноябре и декабре 2006 года Роналду получил звание игрок месяца Премьер Лиги, став третьим в истории этого турнира футболистом, которому удалось взять две награды подряд. 13 апреля португалец подписал пятилетний контракт с клубом, предусматривающий также увеличение зарплаты до 120 тысяч фунтов в неделю, что на тот момент сделало его самым высокооплачиваемым футболистом в истории Манчестер Юнайтед. В конце сезона Роналду получил звание футболист года и молодой футболист года по версии профессиональной футбольной ассоциации. Также он выиграл приз футболист года по версии болельщиков ПФА и вошел в команду года. Вишенкой на торте стал сезон 2007-2008, в котором во многом благодаря Роналду Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Чемпионов. По итогу этого сезона он получил золотую бутсу, а в следующем сезоне и свой первый золотой мяч. Дальше уже такого игрока невозможно было бы не замечать и удерживать. И уже в 2009 году на Сантьяго Барнабеу состоялась презентация Роналду в новом клубе. Ее посетило около 80 тысяч человек. Недавно мальчик Струщоб перешел в лучший клуб в истории футбола и не стал хуже, а даже наоборот. В первых четырех матчах за клуб Роналду неизменно отличался забитым голом. В первом матче Лиги Чемпионов после перехода Роналду забил два гола ворота Цирюха, причем оба со штрафных ударов. Рон быстро начал ставить рекорды, ведь уже 6 февраля 2010 года, забив два мяча ворота клуба Реал Соседат, Роналду установил рекорд Реал Мадрида. Ему понадобился всего 51 матч, чтобы забить 50 мячей в чемпионате. Ну и думаю, рассказывать детально дальше нет как такового смысла. 5 Лиг Чемпионов, 5 золотых мячей и 450 забитых голов Кришчану Роналду смог достичь, играя за Реал. Всемирная слава, бесконечные рекорды и восхитительные матчи перешли в сомнительную игру. Само собой, за 8 лет в Реал Мадриде Роналду поставил столько рекордов и смог достичь того, что вряд ли в ближайшее время сможет достичь хоть кто-то. В тот же период он и стал чемпионом Европы, но любая эпоха заканчивается, как и эпоха Рона. 10 июля 2018 года Кришчану Роналду подписал 4-летний контракт с Ювентусом. Сказать, что это прям конец нельзя. С Ювентусом он дважды выигрывал чемпионат Италии. Один раз Кубок Италии и два раза Суперкубок Италии. Но само собой, года по чуть-чуть брали свое, и игра становилась уже не такой, как раньше. 27 августа 2021 года состоялся трансфер в Манчестер Юнайтед. По контракту планировалось, что Кришчану Роналду будет в Манчестере минимум 2 года. Но уже через год, по взаимному согласию, контракт был расторгнут. 30 декабря 2022 года было объявлено о подписании 2,5-летнего контракта Кришчану Роналду с клубом из Саудовской Аравии, Аль Насером. Как сообщал Фабрицо Романо из The Guardian, португалец получил самую высокую футбольную зарплату в истории – 200 миллионов евро в год. И хоть это и последние несколько лет в карьере КРС, на удивление всему миру он показывает не самые плохие результаты. Ведь в 2023 году Рон с Аль Насером выиграл Арабскую Лигу Чемпионов. Ну, а теперь, что теперь? Даже несмотря на то, что это была история вскользь, можно прочувствовать, что Рон не тот, кто любит сдаваться и сидеть сложа руки. Это максимально трудолюбивый спортсмен, который хочет достичь всего и везде. Я надеюсь, что в этом видео вы узнали много интересного о взлетах и падениях Кришчану Роналду. Хорошей вам недели и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова